Сегодня же сенсационное заявление сделали эксперты ООН. По данным специальной комиссии по расследованию нарушений прав человека в Сирии, газ Зарин во время боевых столкновений мог быть применен оппозицией, а не правительственными войсками. Однако позже представители ООН заявили, что прямых доказательств использования химического оружия в Сирии у них нет. За происходящим в ООН сегодня следит мой коллега Евгений Маслов. Женя, добрый день. Откуда поступила эта информация и что конкретно стало известно? Да, Лиза, сообщения о том, что химоружие в Сирии могло применяться скорее повстанцами, нежели правительственными войсками, сегодня появились со ссылкой на Карлу Дель Понто, члена комиссии ООН по расследованию нарушения прав человека в Сирии. Другими словами, источник более чем компетентный. Дель Понто, в частности, ссылается на показания врачей и пациентов полевых госпиталей в Сирии, собранной членами комиссии. При этом Дель Понто подчеркнула, что комиссия пока не нашла подтверждений тому, что химоружие применяли правительственные войска. Расследования и интервью проводились в соседних Сирии странах, и сотрудники ООН опрашивали жертв конфликта и врачей в полевых госпиталях. Но так или иначе, сама ООН считает эти подозрения хоть и весьма серьезными, однако официально доказательства не называет неопровержимыми и несколько дистанцируется от заявлений Дель Понто. Такой же позиции придерживается и руководство Североатлантического альянса, которое сегодня также комментировало появившиеся сообщения о химоружии в Сирии. У нас есть косвенные подтверждения тому, что в Сирии применялось химическое оружие, но так или иначе нашей информации пока недостаточно, чтобы сделать окончательные выводы о том, при каких обстоятельствах и кем именно оно применялось. Впрочем, Дель Понто также не исключила и факта применения правительственными войсками химического оружия. Она сказала, что потребуется дополнительное расследование, чтобы это утверждать. О беспокойной ситуации в Сирии с учетом новых фактов выразила и российская сторона, которая опасалась, что факты обнаружения химоружия могут стать поводом для введения военной операции на территории страны. Стоит напомнить, что специальная комиссия, в состав которой входит Карла Дель Понто, была создана еще в августе 2011 года. Ранее и США, и Великобритания уже обвиняли сирийский режим в использовании Зарина. В свою очередь, правительство Башара Асад настаивает на том, что применение правительственными войсками химоружия – это беспочвенные утверждения, и в свою очередь обвиняют в применении химоружия повстанцев. И если эти данные в ходе расследования подтвердятся, он придется признать правоту, правомощность заявлений режима Асада и пересмотреть свою позицию о роли повстанцев в вооруженном конфликте в Сирии, что также может поддержать позицию России и Китая, выступающих против свержения Башара Асада в Совете безопасности ООН. Лиза? Спасибо, Евгений. Это был корреспондент Евгений Маслов, который следит за ситуацией вокруг обсуждения в ООН возможного использования в Сирии химического оружия.